Улетели в вечность. Так говорят чёлковцы о погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем почти перед самым Новым годом. Трагедия унесла жизни 92-х человек, из них 9 – лётчики, проходившие службу на аэродроме Чкаловский. С ними на борту находились артисты знаменитого ансамбля песни и пляски имени Александрова, известный доктор и правозащитник Елизавета Глинка. Они выполняли гуманитарный рейс в Сирию, чтобы поддержать наших военнослужащих, участвующих в освобождении населённых пунктов от террористов. Их сопровождали съёмочные группы центральных телеканалов, в одной из которых летел наш земляк, журналист телеканала «Звезда» Павел Обухов. Он летел в Сирию, чтобы рассказать зрителям о происходящем в республике. Сотни людей пришли сюда сегодня на федеральное военное кладбище в Мытищах, чтобы проститься с экипажем и пассажирами Ту-154, разбившегося 25 декабря над Чёрным морем. Ещё не все погибшие в этой трагедии опознаны. Старшего лейтенанта Парикмахерова родные похоронили в Красноярске. По желанию родственников, гражданские пассажиры были похоронены на федеральном военно-мемориальном кладбище с воинскими почестями, рядом с героями России и Советского Союза. С экипажем простились председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, в траурной процессии губернатора Московской области Андрей Воробьёв. Сегодня мы провожаем в последний путь наших коллег, друзей, боевых товарищей. Они ушли из жизни в буквальном смысле слова на взлёте. Они ушли из жизни в расцвете своих сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег. Министерство обороны делает и будет делать всё, чтобы быть вместе с вами, чтобы окружать вас вниманием, заботой. Вечная память погибшим. Проститься с погибшими приехал исполняющий обязанности руководителя администрации Щёлковского района Алексей Валов. В последний путь экипаж и его пассажиров проводили командование Чкаловского гарнизона, ветераны вооружённых сил, воспитанники Монинской школы с первоначальной лётной подготовкой. Обряд отпевания в сопровождении церковного хора лучших певчих московских храмов и монастырей совершил митрополит Ювеналий, патриарший наместник Московской епархии. Море цветов и венков, в том числе и от президента России. За один день с разницей в два часа прошли три погребальных церемонии. Национальное горе. Мужчины едва сдерживают слёзы. Звучит гимн Российской Федерации в исполнении военного оркестра. Троекратно гремят прощальные залпы орудий. В Минобороны уже приняли решение на месте захоронения установить скульптурную композицию. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково». В Минобороны уже приняли решение на месте.